Дорогие друзья, финал Черниговской Лиги КВН происходит один раз в год. И хотя бы один раз в год Черниговская семья выезжает на пикник. Итак, смотрим. Саш, ты всю еду принес? Еда. Забыл. Вот еда. Спасибо, Саш. Спасибо, что ты меня наконец-то вытянул на этот замечательный пикник. Спасибо, что только ты и я, ты и я будем ехать. Мне кажется, или там медведь. Саш, иди проверь. А что делать? А кто, что ли, сын пойдет проверять? О, сын. Андрей! Андрей, иди-ка сюда. Андрей, иди посмотри, кто в палатке. Там сюрприз для тебя. О, сюрпризы, сюрпризики. Шан-брайт, леки-даймонд. Шан-брайт, леки-даймонд. И на рассвете вперед уходит рота-солдат. Уходит, чтоб победить командир. Так, стоп, дед! Стоп, дед. Это дед в палатке. Вы что, не видите? Может, хватит песню переключать. О, дед, хватит. Хорош паясьничек. Давай, выходи вот. Вся семья уже в сборе. Луч солнца золотого тьмы скрыла пелена. Ты что, уже выпил опять, а? Ну я 50 грамм. Ну что тут такого? Ну что, нельзя, что ли? Слышь, сынок, а у тебя еще остался луч солнца? Остался. Только он с дозатором. Ну где он с дозатором? Это обычный. Эй, 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 лей меньше. Вон дозатор. Зирка это. Здравствуйте, мужики и баба. Я это, местный лесник Антонио. Так вот, это, во избежание всяких конфликтов, это, давайте тут костры не разводим, значит, ветки не ломаем, не мусорим. Ну, иначе я буду принимать меры. Так он на столе, прими, только меру знай. А, ребят, а вы откуда вообще? Из города. Ну, понимаешь, мы как бы устали от этой мегаполисной суеты, от этого свинцового урбана, от этих постоянных сует. А именно откуда? Репки, репки. А это что сейчас, мегаполис? Мегаполис? Да, мегаполис, мегаполис. Ну, а, раз уж такое дело пошло, вы же как бы теперь друзья мне, я вам сейчас прикол покажу, смотрите. Я смотрю, он меры не знает, а вы вообще сейчас ничего не знаете. Вот мы тогда у себя в союзе меру знали всегда. Вот я сейчас к тебе спою. Во времена, которые забыли, Ленин правил полной силе, Был ему в партии каждый рад. Понимаете, о чем я? Его все очень сильно любили, Причем как женщины, так и мужчины. И он любил и женщин, и мужчин. Ленин би, Ленин би, Ленин би, Ленин би, Ленин би, Or not to be, так сказать, вот that's the question. Это все, конечно, хорошо, песни у костра, но я в лесу больше всего люблю березовый сок. Бывает, вот так вот подойдешь, возьмешь топорик и так, чик. Березовый сок, самый лучший сок. Андрей, я, конечно, понимаю, что ты березовый сок любишь, но зачем ты кабана заколол, он просто ходил. Мужики, мужики, слышите, вы, может, конечно, не поверите, ай, баба, вы, может, конечно, не поверите, но там медведь мужика прирезал. На нож. Спасибо. Мам, мам, баб, мне страшно, я хочу в кустики. Андрей, какие кустики? Это музыкальное домашнее задание. А я хочу, а я хочу опять и пойду. Сделай с ним что-нибудь, баб. Что такое, я вообще не понимаю, что происходит. Понятно, да? Я тебе так скажу, бабка. Мужики, мужики. Вот у меня, эээ, и баба. У меня вопрос. Видите? Это синица. Ну? Видите? Это журавы. Ну? Скажите мне, чем она лучше его? А я вам отвечу. Ничем. А это? Сейчас еще прик... Тихо! Прикол сейчас покажу. Видели живого Беркута хоть раз? Нет. Так вот там отряд 20 человек. Погнали со мной морды бить! Весь отряд ушатал. Мам, пап, мне холодно. И вообще, скажите, что мы делаем в канун Нового года зимой в лесу? Ну, ты должен понимать, что дедушка уже старенький, он решил в декабре ремонт затеять. А помните, как я ремонт сделал? Вот веселая была история с ремонтом. Ах! Помните? Ну, вспоминайте. Оп! Оп! Родилась одна идея Ага Решил ремонт затеять Ага Купил стройматериалы Ага Не за гривны, за доляры Ага Я прибил Плинтуса И покрасил посад Потом я Занялся И покраскаю я Прилетела стада драконов Эльфы и сурикаты Так надышался Дед Лака 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 Дед Соло Ты чё припёрся? Не, ну, как бы Я... Ну, тоже Лака Ну ладно, ничё Эта Мужики, нужна помощь Я тут вступаю в Лесосоюз Чего? лес союз так вот мы там на опушке митинг устраиваем завтра можете прийти ну вам как бы мы зачем-то а не зачем я вам по 300 подорожников дам а вы только приходите ну какое-то такое дело то дед да какой лесосоюз какая разница вступишь ли стоит или нет дорогие друзья на самом деле какая разница ведь мы белорусы украинцы все одна большая семья правда и поэтому мы думаем союз самое главное это между нами между вами украинцами между нами белорусами поэтому мы для всегда будем рядом всегда с вами а вы любите свой город играть в квн и все будет у вас хорошо итак дорогие друзья это была команда хряки голубой